Здравствуйте! Меня зовут Саша. И обычно в этот момент нужно рассказать, кто я и чем я занимаюсь. Меня это всегда вызывает определенные затруднения, потому что я таким, знаете, извилистым путем двигался в жизни, петлял и три раза зашел в ДТА-арт поработать. Это единственное место, куда я зашел поработать более одного раза, что, наверное, хорошо говорит о ДТА-арте и ничего не говорит обо мне. Если я действительно начну рассказывать, чем я занимаюсь, у нас закончится время, поэтому давайте перейдем лучше сразу к вам. Я хочу достичь такой степени просветления, чтобы понимать, каков процент каких людей у меня в зале, но, к сожалению, я пока еще далек от этого. Поэтому, тем более, меня сегодня занесло каким-то образом на менеджерскую секцию. А я, вы знаете, я не менеджер, я эксплуататор. Да, я потом объясню, что это значит. Кто из вас веб-разработчик? Круто. На менеджерской секции есть веб-разработчик. А кто из вас менеджер? Так, хорошо. Я смотрю, я не промахнулся. Может быть, среди вас есть QA-инженеры? Тестеры, то есть. Ага. Ну, отлично. Так или иначе, разные у нас люди представлены. И о чем я хотел бы поговорить? У меня, у моего доклада есть название, которое звучит так. Модный приговор. Корр, хорошее, плохое и злое, на стыке разработки и эксплуатации. Потому что название должно было быть. Я каких-то слов понадергал, откуда-то таких знакомых. А поговорить я хочу о том, как меняется ландшафт. Ландшафт, это, знаете, это когда вот всякие возвышения, снижения, когда можно идти и сломать ноги. Вот. И мы будем говорить о том, как в современном мире можно больно упасть и что-нибудь повредить себе. Когда-то давно, вот разработка, да, эксплуатация, это, если у вас есть рубль железный в карване, можно достать и посмотреть. Там с одной стороны будет разработка, а с другой эксплуатация. Когда я заявлял тему доклада, мне нотариус сказала, чтобы я ни в коем случае не ругал разработчиков. А я подумал, что, ну, а кто еще-то есть? Если я соберусь кого-то ругать, то мне ругать будет некого, потому что кроме разработчиков никого не осталось. Когда я в прошлый раз читал доклад под эгидой дата-арта, я говорил, что всех системных администраторов заменят простым скриптом на каком-нибудь языке программирования. И вы знаете, мне кажется, это произошло. Вот разработчики — это такие хитрые ребята, их нельзя заменить, потому что на их монете с обеих сторон написано «разработка». Они такие трикстеры, они приходят, монетку подбрасывают. Ну, чем мы сегодня займемся? А, опять разработка. Получается, что как бы вариант, когда на монете... А у меня на монете написана всегда «эксплуатация». Потому что когда приходишь с монетой, где написано движение «девопс», у меня, я являюсь соорганизатором Санкт-Петербургского девопс-сообщества, но это не потому, что я девопс, а потому что, если бы это не сделал я, это сделали бы настоящие девопсы. И это было бы гораздо хуже, поверьте мне. Я решил застолбить поляну и посмотреть, когда они придут, я бы от них, наверное, оборонялся бы, но никто не пришел. В Петербурге, видимо, единственный девопс — это я. Я знаю, что в ДТА-арте есть еще девопсы. Нужно как-нибудь на них посмотреть, возможно, это добрые, милые люди. Так вот, классика девопс-подхода состоит в том, что раньше якобы было два лагеря, которые были разделены стеной противоречий. Это вот лагерь людей, которые занимаются разработкой и которые драйвят, да, вот тащат продукт вперед, что-то новое пытаются привнести, что-то все время пытаются сломать. И есть лагерь людей, которые занимаются эксплуатацией, которые прочли вот такую вот гору стандартов, запомнили их все, и когда разработчик приносит свой продукт, они говорят, так-так-так-так-так, мужчина, у меня обед. Ну и вы нарушили такой-то стандарт, идите все и переделайте. Проблема, считалось, что проблема состоит в том, что вот есть некий конфликт, да, между разработкой и эксплуатацией, но поскольку системных администраторов всех извели, конфликт исчез. Сейчас разработчик может делать все, что ему вздумается. Сейчас есть облачные технологии, и это никакая не новость, да, вот я говорю, что хочу поговорить про будущее, да, предаться сладкому греху визионерства, но облака — это уже прошлое. Сейчас, когда заходишь на Enterprise-конференцию, там обычно у них два раза дают обед, и между первым и вторым обедом там звучит слово «облака, облака, облака, облака». То есть, ну, вот разработчик — это такой человек, которого можно так в облако посадить. Я хотел нарисовать единственный слайд, где вот, знаете, земля, облако, и сверху такой разработчик над этим всем, над облаком. Мне кажется, это отличная картина, она некий иллюстрирует идеальный мир, где вот есть разработчики, системных администраторов нет, и есть вот эта красота, вот эта вот, внизу земля, там можно парить над ней в облаке. К сожалению, реальность выглядит немного иначе. Да, действительно, разработчики драйвят продукт, и раз среди нас есть менеджеры, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, чтобы в вашем новом проекте, за который вам заказчик заплатит деньги, и у вас в проекте есть сроки, чтобы в нем были внедрены одновременно три новые технологии. Кто за? Я знал почему-то, что вы так скажете. Вот я никогда не стал бы ругать разработчиков. Я люблю разработчиков, я люблю умных и смелых разработчиков, а глупых и трусливых я не люблю. И потратить в два раза больше денег, да. Вы знаете, я могу, вот вашу идею, она мне очень нравится, она мне очень близка, но я ее видоизменю немного. Если разделить на команды и как бы не платить ничего ни то и ни другое, а приковать их к батареям как бы, и тех, кто справится, тех отпустить. Вот это, по-моему, отличная идея. Это позволяет осваивать новые технологии без ущерба для процесса разработки. Так вот, вы мне не поверите, но я осторожно вот так вот в этот момент начал бы поднимать руку, потому что я действительно наблюдал команды людей, которые больше 50% новых технологий приносят в продукт, и после этого продукт живет. И после этого люди говорят, вот когда продукт уже пошел, уже как бы все работает, все прекрасно работает, и эти люди являются теперь хозяинами этой поляны. Они говорят, что вы знаете, у нас самая большая команда по этому языку в маленькой заснеженной стране Россия. И это, надо сказать, вот за это можно отдать какую-нибудь часть тела, особенно если у вас есть чужая часть тела. Свою пока не надо, я вижу, что вы люди осторожные, это справедливо. И вот среди этого, так сказать, порыва движения вперед нету места никакой вот, знаете, скучной вот этой вот идеи эксплуатации, когда одну и ту же ретину постоянно делаешь, когда настраиваешь какие-то сервера, что-то. Вот ваш код, который в облаке живет, он просто должен работать. То есть, да, у вас кей-инженер все проверил, сложил в облаке, и у вас там оно горизонтально, даже неважно, каким-то образом отмасштабировалось вам, потому что сейлс, когда делал презентацию облака, он сказал, что, ну, конечно же, конечно же, оно работает вот без вас. Вы только задеплоите туда автоматически, просто пушните в гид. Мне, кстати, надо уточнить, кто из вас знает, что такое гид? Вот вы молодцы. Я сегодня просто делал семинар для коллег, которые работают в одной госорганизации. Когда я спросил их, что такое гид, им даже стыдно не стало. Они просто сказали, мы не знаем. И даже с обверженно они тоже не знали. А вот с вами приятно иметь дело. Так вот, люди-то стремятся к тому, чтобы вот это вот веселье, постоянное движение вперед, оно по кнопке задеплоить, вернее, не по кнопке даже задеплоить, а по кнопке push to origin, чтобы вам собирался пакет, куда-то отправлялся, и там все работало. К сожалению, жестокая реальность, она в нашем высококонкурентном и не очень добром мире разрушает эти мечты. В какой-то момент оказывается, что старые добрые системные администраторы, они никуда не делись, они просто перешли работать в те организации, которые теперь предоставляют облака. А если мы вспомним, что из себя представляют эти самые системные администраторы, мы должны понимать, что ничего хорошего от облаков ждать нельзя. И проблема состоит в том, что у нас, получается, разработчик, который там наверху над землей парит, он уже давно забыл, а как его продукт вот на этой самой земле должен работать. И DevOps-методология, DevOps-движение, мне очень понравилось, когда люди, наконец, вот мы уже провели там два года, уже проводим DevOps-метапы, уже знаем всех DevOps-ов, мы знаем все московское сообщество, там действительно, когда Яндекс собирает DevOps-метап, приходит 500 человек, потому что Яндекс выставляет, не знаю, бочку варенья и коробку печенья. Если бы у нас было варенье и печенье, нам бы тоже, наверное, ходил бы весь город, все были бы DevOps-ами. Но поскольку мы на входе отбираем у людей вещи, а не дарим, к нам никто не ходит. Так вот, получается, что у нас, вы меня извините, я, как это, знаете, такой алармист, я смотрю на жизнь немножечко непозитивно. У нас все время сильные кушают слабых. Вот съели системных администраторов, а те, которые посильнее, они просто доклеечку переклеили и теперь называются разработчики. Потому что, да, DevOps-то разработчик, я разработчик на языке Ямл. Кто из вас еще умеет писать на Ямл? Никто? А, да, вы же менеджер, да, извините. Вы должны прийти в свои, в те места, где вы руководите командами, и спросить, так, а кто здесь пишет на Ямл? Я уверен, что у вас найдутся люди, которые тоже пишут на Ямл. Таким образом, как вы видите, я избежал участи тех, кто будет съеден. Так сказать, вовремя присел в другой поезд. Но отрицательная обратная сторона до вот этого поступательного движения вперед через наш ландшафт состоит в том, что если бы мы остановились и подумали бы, а как нам быть, если мы хотим наш процесс разработки еще как-то начать измерять? Вы помните, да, что у вас есть заказчик, у вас есть сроки, и у вас есть другие метрики. Вы знаете, вот лет, наверное, может быть, 8 назад не существовало церкви метрик. А сейчас есть церковь метрика. Я знаю, что там есть адепты, и я тоже тайный адепт. Мы собираемся по ночам и там, я не знаю, там рисуем, рисуем графики на земле как бы тайно, и поклоняемся им всячески. Потому что единственный способ понять, что вы движетесь в правильном направлении, на мой взгляд, это все время смотреть на дорожные знаки, да, как-то вот оценивать, как-то оценивать свой путь. А иначе вот ваше, так сказать, поступательное движение вперед с тремя новыми технологиями и смелыми, бесстрашными и умными разработчиками может вас в такую яму завести, что вам придется как-то скрывать потом, что вы участвовали в этом проекте. Говорит, это был не я, это мой двойник. Злой двойник из правильной вселенной. И что мы делаем для того, чтобы немножечко ситуацию исправить, чтобы вернуть наших дорогих разработчиков, нас самих, чтобы вернуть нас на место. Мне стыдно в этом признаваться, потому что, вы знаете, я такой был всегда немножечко перфекционист. Я думал, что вещи должны быть сделаны очень хорошо. Потому что мы... Зачем мы иначе живем? Мы не должны делать плохие вещи. А вы знаете, может быть, такое есть средство, такое тул, такое называется Vagrant. Вероятно, у кого-то из вас есть MacBook. Я думаю, что у всех уже сейчас должен быть MacBook. Vagrant — это такой механизм, это такая система создания виртуальных машин, очень простая такая, очень понятная разработчикам. Вот они взяли этот Vagrant себе, скачали, сделали виртуальную машину с Linux, потому что сейчас все пишут под Linux, и автоматически в нем создали повторяемую среду, которую очень удобно тестировать, очень удобно туда заливать свой код. И это я никак не мог поверить в то, что они вот этой радостью пользуются, потому что Vagrant очень плохо сделано, сделано на VirtualBox, в нем очень много плохого кода, вы знаете, в нем вообще очень много кода. Мое сердце просто протестовало против этого. Я думал, что, ну блин, зачем вы это берете, это же гадость какая-то. А потом оказалось, что у этой вещи есть вполне определенная цель. Она позволяет вам, не обладая ничем, кроме MacBook и желания такого, знаете, желания встать и биться, взять и сделать у себя свой очень хорошего качества стенд. Это вот, когда я понял, что действительно стенды получаются отличного качества, я был очень удивлен, как можно из MacBook и какой-то фигни сделать рывок в качестве своего продукта. Я понял, что жизнь, наверное, немножечко сложнее, чем я думал, что вот эти вот хорошо сделанные вещи, они бывают только в музеях. В Париже где-то метр, я знаю, лежит и так далее, где-то есть атомные часы. А нам, беднягам, остается только вот смотреть на то, что нам приплывает вот по нашей этой IT-речке и выбирать то, в чем мы видим скрытый смысл. Самое-то интересное то, что я... Есть же вот идея о том, что если вы 10 тысяч часов, часов или дней, часов, наверное, потратили на какую-то технологию, вы рано или поздно там станете экспертом в ней. Я гораздо больше уже часов потратил, только проблема в том, что я не очень понял на что. То есть я эксперт в чем-то, но вот, понимаете, мне тяжело понять в чем. Потом, несмотря на это, я очень много вот видел всех этих вот наших IT-приключений. Я помню, что когда я только начинал, была книга Гради Буча, такая большая, толстая, ей было, наверное, удобно драться. И была такая же книга тоже. А, потом вышла книга Фаулера, который, не знаю, она у меня на полке стоит для красоты, я не смог ее читать почему-то. С тех пор я не люблю Фаулера, мне кажется, что он плохие вещи писал в своей книге. Ты не читал Фаулера? Это была очень модная книга. У меня осталась, кстати, моя, я могу поделиться с кем-нибудь. И я очень скептически ко всему этому относился, потому что, знаете, разработчики вообще очень большие скептики. Они знают твердо одну вещь, что я самый лучший, и мне ничего не надо, я вот все уже знаю. Я помню, когда я в школе учился информатики, я был твердо уверен, что я самый лучший, и сейчас это действительно так. Сейчас я знаю, что да, я самый лучший. У себя, у себя в подъезде. Потому что я, наверное, единственный программист, я живу в таком месте, где не очень много просто программистов, но вот ко мне приходят, иногда говорят, вы знаете, мне кажется, вы понимаете в компьютерах. Я говорю, да. Распечатайте меня, пожалуйста, список жильцов нашего дома. Я понимаю, что это классная задача, ее надо автоматизировать. Когда я смотрю на то, что представляет из себя Росреестр, я понимаю, что несмотря на то, что мое призвание это автоматизировать вещи, мы, кстати, об этом сейчас поговорим, об автоматизации, я не могу это автоматизировать. Потому что несмотря на то, что эти люди специально не хотели мне вредить, они наклепали такое, что нужно звать QA-инженера, возможно, он умеет это автоматизировать. Я не умею. Там HTML-код склеивается из буквок разных, вы знаете, это какой-то вообще шифровальная система Enigma. Я был повержен, я не знаю. Мне кажется, что в госорганизациях работают не самые большие звезды, но эти люди смогли мне нанести непоправимый ущерб моему самомнению. Что это такое? Какой-то Росреестр, причем не вполне живой, взял и победил меня, как бы теплого и хорошего. Вопрос тоже. Мне кажется, что автоматизация всего, такая бездумная, это один из тупиков. Одни мои хорошие знакомые пытались сделать автоматизацию своим бизнесом. Они говорили, мы вам сейчас автоматизируем, вот все автоматизируем. У вас будет автоматизированный процесс создания вашего продукта, создания вашего кода. Оказалось, что это никому не нужно, потому что никто не понимает, а какой в этом смысл. Ну хорошо, я автоматизирую процесс, а дальше-то что? Более того, оказывается, что автоматизация стоит денег, и она требует поддержки, она требует усилий. Поэтому, когда мы говорим о том, что я не ругаю разработчиков, я не ругаю нынешних разработчиков. Все те, кого я ругал, они уже на пенсии, и мы их не видим просто на радаре, потому что эти концепции, которые потихонечку поменяли ландшафт, пришли люди с макбуками и с какой-то фигней, и изменили мир. Пришли люди с программой Nago, которая называется Docker, и которую никто не понимал, зачем она нужна. Но те люди, которые ее написали, они знали, зачем она нужна, они ее причем продвигали под совершенно дурацкой идеей. Но потом оказалось, что такое партизанское было продвижение, что вот у вас теперь будет система виртуализации. Оказалось, что это не система виртуализации, а система распространения, очень удобное приложений по всему пайплайну. Когда мы сначала у разработчика делаем имидж, потом делаем имидж, вернее не делаем, а тот же самый имидж отправляем в тест, в стейджинг и в продакшн. Отличная система, классно, вот супергуд, это будущее, только это не работает. Если это внедрить у разработчик, разработчик через два дня приходит и говорит, ребята, я не могу, у меня ничего не работает. Ваша система, ну, типа, это, знаете, такой, недавно тут к нам Марти Маквай прилетал, да, а разработчики, ставя себе докер, они прилетают обратно. В то время, когда можно было поставить, компилироваться программу и уйти пить кофе, и ты приходил, а программа компилируется. Вот сейчас тоже пишешь на PHP сайтик, заливаешь его в докер, уходишь на 45 минут куда-нибудь, возвращаешься, а он еще заливается. И тем не менее, тем не менее, я совершенно твердо уверен, что вот поскольку в этой технологии есть вот внутренняя логика такая, понятная мне как эксперту в рассматривании странных штук, я вижу внутреннюю красоту и понимаю, что да, это будет работать. Сначала умрет, потом как бы перед смертью родит еще такую же кривую косую штуку, и мы будем ей пользоваться, пока в конце концов это все не будет куплено большой и тяжелой компанией и доведено до полного абсурда. Жизненный цикл любого продукта таков. Какой во всем этом смысл, спросите вы? Ну, во-первых, пока все это происходит вокруг нас, если вы достаточно умный и смелый, вы можете найти себе отличных приключений. Кайф нашей профессии в том, что мы можем ошибаться бесконечно, а некоторые ошибки мы можем еще и продавать людям. То есть мы, в отличие от саперов, причем это не те саперы, которые на Абапе программы пишут, а те, которые разминируют всякие взрывные устройства. Если мы ошибемся, нас не убьет ни током, ни осколком, ничем. И если мы, мы не хирурги, если мы облажаемся, ну, закроют какую-то компанию, у которой мы что-то не написали. А мы-то просто перейдем в другое подразделение, в другой лавке и продолжим наше благое дело. Я говорил, что я не очень позитивно смотрю на мир, но вы увидите, что это на самом деле не так. Мне кажется, что в конечном итоге мой взгляд довольно позитивен. Видите, я не ругал разработчиков, я вижу некое поступательное движение по ландшафту вперед и верю в то, что мы рано или поздно достигнем полного консенсуса. Мы всех нас заменим небольшой программой на хорошем языке программирования. Я думаю, что я все, что хотел сообщить, вам сообщил. Спасибо.